Блейзет! Здравствуйте, с вами снова Коутон, и это патч 4.20. Наконец-то мы дождались патча предсезонья. Первое изменение у нас статуи за левел. Я снизу приведу линк на видео о Вертуме, в котором он очень подробно коснулся этой темы, с примерами. Так что, посмотрите. Но я скажу свое такое мнение небольшое. League of Legends была весьма сбалансированная игра. То есть она была сбалансирована ровно настолько, насколько можно сбалансировать игру, в которой дофига итемов и дофига персонажей, то есть 120 персонажей. Этим изменением они определенно играют с огнем. Потому что даже поменяв немножечко одному персонажу базовых статов, мета может измениться. Они меняют базовые статы совершенно всем персонажам. Это не очень хороший подход, но на данный момент я не буду загадывать вперед и просто скажу, что будет теперь. В целом, понерфили early game агрессию. То есть сделали персонажей чуть более затонкованным, потому что у персонажей за левел на первом особенно левеле будет в целом больше статов. То есть, как вы видите, есть 168% больше базового левела. То есть на первом левеле у вас, например, было 300 хп, я к примеру, и прирост 100 хп. Будет 300 хп и прирост 168 хп. Ну, это так, приблизительно. Но увеличивается не только хп, увеличивается армор, мэджик резиск, если у вас прирост хп. Не увеличивается атак спид и увеличивается адэ. Но адэ это один дэмэдж стат. Извините, ребят. Как бы дэмэдж League of Legends крутится вокруг атак спида, критов, армор пенетрейшена, мэджик пенетрейшена, крит дэмэджа и адэ. То есть, получается, дэмэдж у персонажей строится от очень большого количества факторов. А вот дэв здесь все проще. Дэв строится от армора, мэджик резиста и хп. Вы получите прирост и хп, и армора, и мэджик резиста. А здесь увеличивается только адэ. В целом, персонажи будут более затанкованы. Плюс, рейндж от персонажа уменьшили дэмэдж на 2. То есть, как-то так получилось. То есть, в целом, баф таких танка топлейнеров, баф танка саппортов и, в целом, нерфер легима агрессии. В лейтгейме я не думаю, что это будет нереально заметно. Хотя, персонажи с очень высокими приростами, например, если у кого-то есть очень высокий прирост статов. К примеру, Диана. У нее охрененные приросты всех до единого статов. Она будет сильнее. То есть, или Алистар, или Нуну, у которых сумасшедшие приросты хп. Ну, общий смысл здесь понятен. Тот же Маукайя, это баф Маукайя. Причем, баф лейнинг Маукайя. Ну, об этом, понимаете, это все настолько маленькие изменения, учитывая, что у нас гигантский патч ноут. Так что, давайте дальше. Мана реген, хп реген и прочая фигистика. В целом, здесь всех магов, ну и не только магов, типа Алистар, Брискранг, Браум и так далее, их под одну гребеночку. У них теперь будет всегда 6 мана регена и мана реген за левел будет 0.8. В целом, я скажу так, это нерв. То есть, нерв большого количества персонажей, потому что, ну, так надо. Ну, в остальном, не важно. Опять же, это изменение на фоне всех изменений, учитывая, что это изменение для всех, будет очень незаметно. Хотя, это нерв персонажей, у которых высокий мана реген. То есть, высокий мана реген, я вот скажу вам честно. Я, как человек, который играет в Лигу Флэдженс Хрен, знаю сколько времени, я не знаю, у кого высокий мана реген. То есть, я не мейню мидеров, я не мейню топеров. Как правило, вам это будет настолько незаметно и настолько некритично, что, ребят, поверьте, вы даже не заметите. А если говорить про... А где это? Странно, здесь это походу дело ниже. Это тоже в видео оверт, чекните его потом. Мана реген и хелс реген убирают флетовые значения теперь только за левел. Это, опять же, ирелевантно. Смысл в том, что это изменение не повлияет ни на что. Вам будет совершенно по барабану на эти хелс реген итемы. Они никогда не станут ОПшными или никогда не станут сильными. Их не покупали и покупать не будут. Поэтому просто забудьте об этом изменении. Не сбивайте себе голову. Хотя, да, естественно, персонажи с очень высоким базовым хелс регеном получат баф. А ривен получит нерв. Ну, если так честно говорить, пофигу. Азира. Нерв Азира. У него убрали, ну, точнее, понерфили скейл от АП на В. Но бафнули демидж скул и бафнули щит с Е. То есть, в целом, небольшой баф роли гейма и приличный нерв лейт гейма. Потому что, наверное, процентов 80 демиджа Азира именно с В. И, еще очень важный факт. Никогда не собирайте на Азира Нешер Туз. Бесполезный арт. Амуму. Так как Амуму, здесь, кстати, я согласен, джангл крипы будут более затонкованными. Это я забегаю вперед. А у Амуму процентный демидж. То есть, Амуму, по идее, да, должен был быть очень жестким. Поэтому ему понерфили армор и понерфили демидж с В в роли гейме. В целом, как я вижу это изменение. Очень просто. За Амуму просто будут максить В и все. То есть, максится будет В, потом максится будет Ку. И при этом, он стал еще сильнее. Потому что в лейт гейна было 2,7. А максимум хауса стало 3. Плюс. Riot Games, как всегда, сделали полный бред с джангл-итомами. И в целом, команда балансировщиков в Riot Games немножечко не дружит с головой. Об этом тоже мы будем попозже. Потому что там один джангл-итом, он как бы, ну, он немножечко дисбалансный вообще. И, да, это баф Амуму. Приличный баф Амуму. А в соло-ку, то есть, если сейчас винрейт у Амуму вроде 54-55. Если кто точно знает, то напишите в комментариях. То винрейт у Амуму вырастет где-то на 1,5-2%. А это нереальный прирост винрейта. То есть, привет, пацаны, Амуму бафнут. Это, то есть, это факт. Ева. Ева не чистила лес, поэтому ей бафнули базовый армор. Уменьшили армор с левом. В целом, какая разница? То есть, Ева, она не чистит лес. То есть, она очень медленно и очень неприятно чистила лес уже до изменений. Сейчас будет еще хуже. А нерфы рейли, то есть, нерф ульты. И это правильно сделали. То есть, это нужно было делать. Фьюра была не очень адекватна. То есть, на низком эллот вообще стоп-процентный винрейт, потому что ее остановить никто не мог. Даже 0,10 Фьюра могла выиграть игру. С нерфом ульты будет чуть лучше. У Гнары изменений много. У Гнара первое изменение это нерв Хелс Регена. И это важное изменение. Потому что Гнар у него не было, как у персонажа, минуса. А единственный минус Гнары был в том, что за него никто играть не убил. То есть, в соло-ку, когда у меня пикали в команду Гнара или когда против меня пикали Гнара, я в целом, ну, если за меня я расстраивался, против меня я радовался. Потому что единственное, что умел делать Гнар, это лейнить. И все. И то иногда Гнара они нереально сливали. Лейны потом были бесполезны. Но у персонажа нереальный просто потенциал. То есть, потенциал Керри в соло-ку у него жесткий. Просто за него нужно наигрывать очень много игр. И за него нужно чувствовать игру. То есть, этот персонаж... И вообще, сравнение, конечно, очень тупое, наверное. Но он чем-то напоминает мне Кенона в плане скиллбейза. То есть, тоже скиллшоты. То есть, очень похожая механика. На самом деле, у него тимфайты очень похожи у Гнара и у Кенона. То есть, особенно у АД Кенона, которым когда-то играли на лейне. То есть, приблизительно та же задача. И приблизительно та же позиционирование в тимфайтах. Когда он был в форме маленького Гнара. И приблизительно такие же влеты, когда он был в форме большого Гнара. То есть, ну, большой Гнара и ульта Кенона. То есть, в общем смысле, такой и Ешка Кенона. В целом, персонаж очень сильный. И он будет сильным. В целом, понерфили хелст реген. Чуть-чуть бафнули атак спид. У него сделали вот здесь. Нам ничего не говорят. А в целом, приблизительно так. То есть, вот единственная фраза. Гнару понерфили чуть-чуть Орлигейм. И бафнули лейтгеймы. Ну, окей. То есть, хотя, на мой взгляд, по идее, Гнару наоборот все нужно было делать. То есть, точнее, Орлигейм ему нужно было оставлять. Ну, чуть-чуть, может быть. Чуть-чуть, вот маленький-маленький нерв. Там, буквально, на два дэмэджа. Да? То есть, Орли у него могла выиграть лейн. То есть, ну, много персонажей могло у него выиграть лейн. Хотя, стоять против него жутко неприятно. А вот в лейтгейм ему, как раз, мне кажется, надо было и нерфить. Потому что, ну, блин, он какой-то очень жесткий. То есть, в лейте он реально жесткий. Хотя, не очень дамажащий. То есть, если игра идет 50 на 50, Гнар очень сильный. Если игра идет в преимущество вражеской команды, и у вас нет там какого-нибудь Кагмауа или Войны, то есть, нету супер-хардкерри. Гнар, он просто его игнорирует, в принципе. Он в какой-то момент перестает дамажить. Теперь его бафают в лейтгейме. Так что, посмотрим, что из этого выйдет. Бумеранг с Роум. Опять же, нерв базовых значений, а баф приростов. То есть, на все его обилки именно такая логика. Нерв базовых значений и баф приростов. То есть, как бы говорят, пацаны, ребят, попытайтесь его собирать, то есть, не в чистого танка, да, а, например, соберите ему бруталайзер плюс еще один дамажард. Причем, именно флэт дамажард. Не, ребят, я что-то как-то не особо. То есть, а руны, мастерис, тот же бруталайзер, который на него мастхэв, этого будет хватать в плане дэмэджа. То есть, да, чтобы вернуть предыдущие значения, там нужно больше 100 бонусного дэмэджа. А, не, тоутал. Даже, даже меньше. Ну, в целом, ну, изменения как изменения. То есть, разницы вот реально я не вижу. То есть, вот честно, нужно тестировать, нужно тестировать в общем. То есть, в игре отыграть на нем игр 10-15, чтобы уже понять точно. Или там сидеть в каком-нибудь программе и считать цифры. Но я не думаю, что это имеет смысл. Химмердингер у нас ничего интересного. Нерв Катарины. Это делать нужно было, потому что скриптовок Катарины слишком много. Нерв кулдауна на ульту. Это определенно нужно было сделать. И нерв мэджик дэмэджа с ульты. Учитывая, что у Катарины совершенно сумасшедшие приросты с левелом, и в этом патче как раз это увеличивается, ну, это, в принципе, баф. То есть, одним словом, это баф. Катарины был бы в патче, но вот ей понерфили ульту. Но Катарина все равно будет сильно. То есть, нерв Казикса, а теперь Вэй у него будет иметь кулдаун 10 секунд. На мой взгляд, это не убийство Казикса, но это очень приличный нерв. Это очень будет заметный нерв, и я этому рад, потому что я не люблю Казикса, он мне просто надоел. Лисин. Базовый армор понерфили, базовый хелс реген понерфили. Зачем и почему? Непонятно. Потому что в новом лесу, по идее, он как раз должен стать послабее. Ну, посмотрим. А нерв Рамуса сейчас это величайший пик, которого пикают все. Ну, я думаю, пикают, если честно, будут поменьше, потому что на первом левле будет кулдаун Ку не 10 секунд, то есть всегда был 10, а стал 16 и уменьшается до 10. А учитывая, что максит из него таун, а потом, как правило, максит именно В, ну, 6 секунд разница, значит кулдаун редакшн чуть меньше. Но все равно это нерв. И в тимфайтах он будет себя чувствовать похуже. Плюс его таун будет снимать меньше армора. Было 10, 30, стало 5, 25. То есть нерв Рамуса все равно Рамус это играбельный персонаж, а все равно Рамус это будет пикаться, так что посмотрим. Хелс реген. Уменьшили хелс реген Сиону. Правильно сделали, учитывая, что прирост с лавом в этом патче будет выше. И бафнули пассивку. То есть я об этом говорил в прошлом патче, ну, в прошлых патчх-ноунтах, что пассивку-то Сиону, в принципе, понерфили. Теперь бафнули. Было 2 за лаву, теперь 1, плюс 1 за лаву и 1, 4, 0,7, 0,7 за лаву. То есть в целом баф. Определенно просто баф Сиона. Сион будет в пассивке чувствовать себя гораздо лучше. И, кстати, у Сиона дофига багов в пассивке. Он там через ульту Джарона просто пробегает и так далее. Через пилор Трандла он, да, его обходит, но ему просто пофигу. То есть обходит его как бы практически через пилор. Так что у него много багов. Нерф Сона. Ку-В понерфили. Я не буду распространиться, но в целом понерфили. Вот этот не очень адекватный, если честно. Сараке уменьшили прилично атак дэмэдж, учитывая, что опять же масс прирост это прилично будет. Зато бафнули рейндж с В. Это вообще я не понимаю зачем. То есть Сараке сейчас это просто я не знаю, наверное, это самый неприятный сапп. Я не говорю ау-пешный, но один из самых неприятных сапп, против которых можно играть. Ей бафнули рейндж с В и ей бафнули, точнее, понерфили кулдаун на Е. Был 18-14, стал 2-4-16. То есть в Орлигейме нерв. В Лейтгейме практически незаметно и в Тимфайтах как правило вы Е-то кидаете ну один и максимум два раза. То есть в этом плане я не думаю, что что-то изменится. Не, ну естественно неприятно, нерв есть нерв. Но вот то, что увеличили рейндж на В ух, неприятно. Правильный нерв варвика. Сейчас варвик многие считают, что джангл варвик это просто нереальный тролльпик, да? Проблема джангл варвика она на самом деле довольно серьезная. Он очень простой в исполнении, то есть что в нем словом? Вы убегаете, используете одну кнопку и цель может умереть, а может не умереть. Ну как правило умирают. Поэтому варвик если переходил на 6-й левел и вражеского джанглера что-то пошло не так, то есть иногда у джанглеров что-то идет не так. Их там не знаю, умер на ганке, потерял дабл баф или там просто не получилось сгангнуть. Варвик выходит на 6-м левле и начинает гангой по кулдауну ульты. За счет того, что у варвика он берет второй синий баф как правило себе, собирает быстрый кулдаун редакшн, он просто гангой по кулдауну ульты и по кулдауну ульты получает киллы и выигрывает эту игру, потому что лейтгейм-то у него жесткий. А теперь был кулдаун 90-70, теперь 110-70. 20 секунд на ульту ну на самом деле довольно-то приличный нерв, какая разница. Хотя я помню кулдаун ульты вроде на 30 секунд ей по нерфили и она стала гораздо слабее. Это у нас текстурки меняют. Так, вот это изменение я вообще не понимаю почему. То есть в целом вам давали 75% от голды, то есть за килл вам дает определенную сумму, вам давали 75% от этой суммы. Теперь опять 100% этой суммы. А вот за ассист наоборот. Они хотели уменьшить сноубойность в эрлигейме за счет базовых статов. Теперь человек просто будет получать киллы и сразу бежать и покупать себе игитом. Логики не вижу. Ну в целом опять же разница будет не гигантская. То есть да в эрлигейме киллы то есть если вы получаете килл на какой-нибудь там эрли вы получаете лон сорт или там на зеде и очень неприятно будет сопернику. ладно. А да еще нельзя забывать дополнительный пот. Так то вы продавали пот для лон сорда. А так вы будете получать пот для лон сорда. Фонтан регенерация то есть разницы не будет никакой. Она просто фонтан будет отхиливать каждые 0.25 секунды. То есть когда вы забегаете на фонтан вам будет просто давать первым тиком меньше. В остальном разницы никакой. Достаймеры разницы опять же тоже никакой. Достаймеры росли с 25 минут начиная ну прям быстро. теперь с 35 минут. Ну они вот как смотрите по 2% они росли до капов 150% на 50 минуте. А теперь будет расти на 2% каждые 30 секунд с капом на 47 30. То есть в целом разницы вы практически никакой не увидите и это единственное для размышления для прокоманд. То есть в остальном забейте так бафы бафы так а здесь ничего у нас нет и вот это изменение которое я считаю самым просто ужасным изменением которое вы только могли придумать я говорил в последних патчах на стримах то есть если вы следите за моей деятельностью одну фразу которая меня лично жутчайше раздражала Riot Games делают League of Legends последний год для киберспорта они хотят сделать из League of Legends киберспортивную дисциплину все изменения которые будут дальше они нацелены именно на киберспорт и только на киберспорт лично я считаю что эти изменения просто ужасны я как соло ку игрок которому особенно в последнее время совершенно неинтересен киберспорт в целом он мне надоел я переиграл точнее я не знаю даже как назвать перегорел что ли киберспортом ну перестало мне это нравится наскучило для меня это казалось одним и тем же все изменения которые идут дальше это изменения киберспортивные изменения тактические изменения которые в соло ку будут вызывать только жутчайшую боль изменения которые будут делать слуку еще хуже чем она сейчас зачем они делаются изменения ухо ребят вот это вот вопрос во всем вопросам вопрос в целом вот так новые тауры у нексусов и новые тауры у ну как это называется ингибитор они будут где-то приблизительно в полтора два раза сильнее о не ребят это не так новые тауры будут сильнее а особенно в солоку где нереально распространены фулл а д компы где нереально распространены джанглеры и там топеры с 300 армора то есть это стандарт новые тауры будут в два с половиной три раза сильнее новые тауры игнорируют 82 и 5 процентов армора замедляют watch movement speed на 10 процентов и дэмэдж на 15 процентов а тауры разогреваются с нереальной скоростью и получают больше дэмэджа там еще и лазеры которые будут невидимые они бафают тауры хотя именно в солоку самая большая боль это зафинишить игру зачем просто зачем они это делают в солоку наоборот интереснее гораздо интереснее финишить игры никто не любит играть игру когда все стоят и ждут кто же задавит как мы теперь будем давить vision варена на шоре не ребят это тоже так не работает на шора бафнули поймал окей мы задавим 4 в 5 а проблема балансировки вот этой балансировки вот эта вот штучка в этом патче делает игру в солоку немыслимой потому что вот это все как бы риоты нам говорят ребят понимаете мы вводим новые бафы за драконов за нашоров им у нас очень много бафов крипов да да крипов на линии это у нас все дальше мы их как бы бафаем чтобы ну вы понимаете вы должны использовать их чтобы убивать тауры и так далее чтобы линии там сплитпушили и так далее а как бы вы не очень важны league of legends как и любая другая игра это игра не о крипах это игра о персональном скилле и о вас вы вы играете в игру не крипы вы играете вы общаетесь с другими людьми чтобы убить неаксус вы не общаетесь с крипами чтобы убить неаксус вы пытаетесь затащите в керри ну изменение ужасное и на мой взгляд это будет откат то есть я уверен то есть я не просто говорю что скорее всего так будет я уверен что будет откат или будут просто большие при большие нерфы или изменения опять же этих тауров ну опять же это патч предсезонья так что здесь мы будем смотреть а инер тауры у нас теперь они получают какой-то там щит ну то есть одним словом они немножечко регенятся то есть регенятся они не до фулл хп они регенятся до 200 хп плюс вы также получаете щит на 200 хп ну если вы союзник этого таура а в целом просто будет сложнее опять же дефать но вот это изменение кстати оно мне даже более-менее нравится потому что на мой взгляд файты за второй тауры это как раз вот такие early game файты ну можно если так можно назвать 15-20 минута максимум 25 и здесь вот это чит 200 хп то есть игра должна длиться где-то 30-35 минут и а вот на 15-20 минуте вот будет сложнее финиш и вторые тауры получать большее преимущество так что это изменение мне в принципе нравится а зато ингибиторы теперь рессуются не 4 минуты а 5 а теперь доберитесь до этого ингибиторы через эти тауры а потом мы поговорим об рессе ингибиторы тарет изменение дефенс и вот здесь тоже не очень адекватно изменить на мой взгляд тауром уменьшили армор то есть как объяснить армор с лавом ему уменьшили но в целом они получили плюс 100 армора и мэйджек резист то есть опять же убивать в эрлигейме тауры будет гораздо сложнее то есть игры будут дольше но убивать в лейтгейме то есть я опять же я не знаю какие минуты но я уверен что где-то 40 45 минута будет чуть-чуть но проще в целом я не хочу играть каждую игру в салуку вот честно вам скажу каждую игру в салуку я не хочу играть до 45-50 минут я жутко этого не хочу а сорендить зачем то есть вот я сейчас говорю как человек который фанат сорендеров меня многие за это критикуют то есть то что я постоянно говорю ребят давайте засорендим на 20 минуте а ребят давайте засорендим на 25 минуте ребят мы не можем выиграть эту игру это как бы для меня это очевидно что мы не могли выиграть игру давайте начнем следующую игру самая интересная часть игры на мой взгляд это как раз нет не первые 20 минут это с 10 по 25 минут на мой взгляд это самая интересная часть League of Legends дальше и до этого ну чуть хуже теперь зачем зарендить вражеская команда пускай попробует заберет мои тауры я буду стоять под этими таурами и куковать и фармить крипов 20 минута стата 0.15 ха ха тауры ребята у нас тауры есть мы будем стоять и ждать не беспокойтесь сейчас моя война купит 6 слотов и вкеррит меня да я молфит у меня всего 550 армора not bad плохое изменение ребят ну реально плохое изменение бафнули хп тауром теперь 200 200 2000 2000 ингибитор тауры 2500 то есть понерфили только иннер ну хп иннер тауров но им дали больше армора им дали еще щит так что разницы опять же никакой и нексус тауры 2 500 там 2 ой ладно миньен дефенс то есть в чем прикол вот это кстати мне не нравится была такая мода она вроде сошла на нет когда на топе там мидером может быть типа зэда брали 2 или 3 марки на армор пенетрейшн чтобы игнорировать приросты армора с левелом и крипом чтобы было гораздо проще добивать по таурам теперь минины не получают арморы мэйджи кризис с левлом а у мининов теперь которые тележки да у них нету базового армора но минином увеличили количество хп в целом учитывая что у нас есть приросты с левлом да ну большие приросты с левлом добивать будет гораздо проще крипов то есть гораздо проще потому что скорее всего я не тестировал в игре но мой такой расчет говорит следующим образом теперь вы сможете добивать рейнджи крипов после одной автоатаки таура то есть ну не так кажется до этого вам нужно было там где-то плюс 20 армора насколько я помню теперь вы сможете это просто добивать а кэнон минины то есть опять же вот это из мини которые аля ребят у нас сплитпушить будем это же классно сплитпушить это весело кэнон минины спавнится теперь не на 35 минуте но имеется ввиду 2 за вейв а на 20 минуте и теперь в каждом паке кэнон минины будут начинать спавниться на 35 минуте а не на 45 как в предыдущем варианте в целом нам это говорит следующим образом то есть вы обязаны играть до 35 минуты то есть вы обязаны потому что без этих кэнон мининов ваши лейны они просто не запушатся они не заберут тауры они не сделают дэмэдж и прочее то есть бэкдор тоже понерфили потому что здесь плюс 200 армора а дается то есть бэкдорить еще будет сложнее давалось плюс 100 теперь плюс 200 армора это изменение опять же говорит что нужно играть через мининов то есть нет естественно тимфайт и все остальное это тоже будет важным бароны которые тоже бафают мининов это все важно но вы обязаны играть до 35 минут то есть вы просто обязаны нерфят в роли гейм то есть в роли гейме убивать сложнее бафают ауэры все бафают то есть привет долгие игры а берон таймер теперь он спаунится не на 15 минуте а не на 20 вообще на самом деле разницы практически никакой не будет учитывая что его еще и бафнули нереально то не заберете вы его на 15 минуте никак то есть старого-то забрать было сложно но вообще нереально на 20 минуте его тоже практически нереально забрать барон баф теперь не дает хелс регена и мана регена дает все так же 40 атак дэмэджа и абилити паура опять же до 40 скалирует со временем игры а и теперь на шор будет давать ауру которая будет бафать миньеров здесь вы можете сами это почитать то есть если вы не знаете английский достаточно хорошо вы можете почитать это на сайте нашей любимой любимой сервера то есть лигу флэдинс и вроде спереди ру или что такое не знаю вообще смысл него неважно может кис пофигу в целом бафы бафы еще раз бафы миньеров и также нашур дает читайте более быстрый рекол плюс хом гварды то есть будет больше как только вы реколитесь подбав на шор вы получаете сразу 50% хп и маны максимально причем заметить то есть если у вас 3000 хп вы будете получать 1500 хп инстантом то есть хилом и кстати вот это интересный момент я думаю спирит визаж тоже будет бафать это значение и вы получаете плюс 50% момент спида на 8 секунд то есть в целом вы получаете хом гварды за баф на шора а вот это изменение мне нравится то есть я всегда говорил что смысл за дракона драться в early game нет то есть он просто ничего не дает а именно в early game то есть где-то вот второй может быть третий дракон он реально дает много не 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 вы не подумайте то есть если вы забираете сники там дракона в соло да или там саппортом это очень это очень круто но драться за первого дракона зачем это риск если у вас сетап еще хуже в early game то это вообще не имеет смысла ну в целом баф дракона баф дракона самый важный это на мой взгляд первый баф дракон то есть вы получаете плюс 8% атак демеджи и абилити пауэра насколько я понял да перманинт перманинт то есть он навсегда второй баф дракона вы получаете плюс 15% в демеджи мининам и монстрам драгонс флайт получаете 5% спида четвертый баф 15% в демеджи тауэром и билдинам билдинс это как я понимаю ингибиторы и нехс и пятый дракон пятый баф то есть если вы получаете 5 бафов дракона ну в принципе вы наверное выиграли игру потому что это нереально жестко вы получаете в два раза больше бонусов всех предыдущих бонусов и вашей атаки будут наносить 150 тру демеджи каждые 5 секунд то есть в целом смысл в чем команды будут скорее всего драться за первого за первый самый баф потом они а да дракон не дает больше голды то есть вот самый первый баф дракона будет очень важен то есть здесь сложный вопрос потому что я думаю что все теперь будут играть 2-1-2 то есть не будут играть со свапами лейнов хотя вот здесь сложно сказать но мне кажется будут играть 2-1-2 и первый дракон будет важен то есть вот самый первый если вы отдаете первого дракона вы просто забиваете на второго и третьего скорее всего второго и третьего насчет третьего я не уверен дракона или же вы все же пытаетесь подраться за второго дракона то есть смысл в том что в принципе первый самый первый дракон он самый важный в игре то есть он дает можно так сказать самый большой баф ну естественно пятый дракон это вообще забей то есть первый дракон второй дракон он не дает практически ничего то есть да он бафает демэдж по опять же драконам и на шор но на него как вы понимаете на него в принципе по барабану то есть третий дракон плюс 5% в момент спида это важный дракон но опять же не самый критичный а вот четвертый дракон это уже очень важно потому что это уже красная зона то есть danger zone когда если у вражеской команде 4 стака и вас кого-то там убивают то есть двух человек то ребят привет дракон просто они забирают пятого дракона и вы проигрываете игру автоматически потому что баф пятого дракона это вообще забей то есть в целом конечно дракона это важно но самый важный это первый дракон и где-то третий может быть четвертый то есть второго дракона я более чем уверен что его буду просто отдавать вообще то есть если первая команда потеряла первого дракона то есть проигрывающей команды то второго дракона он просто отдаст а вот за третьего четвертого и пятого она уже может быть подерется ну посмотрим в целом здесь и ты мы у нас блю баф то есть красный баф красный баф теперь дает холст реген немножечко по нерфе ли ему слову и бёрн но в целом приятно то есть убав за красный баф это очень важно и мне кажется красный баф будут пытаться забрать как можно быстрее у меня есть уже такой план небольшой как я буду играть лесу то есть но это уже потом посмотрим синий баф у нас тоже поменьше дирейшн на 30 секунд лишь про казикс писали я сейчас не читал тоже не читал смайт вот про джангл я не буду говорить ничего в этом видео потому что я не тестировал джангл я могу сказать только один вообще меня это просто очень посмешило нас насколько балансировщики не видят дисбаланса вот этот арт это просто эта смехатура на мой взгляд это просто это реально смешно я как человек который очень любит а п джангл то есть мне в последнее время очень нравится по джангл потому что ну не достали казикс алисины и так далее вот этот арт это просто смешно а сейчас магус за 2200 голды вы получаете бонус от ну предыдущих вот этих вот четырех артов если вы не знаете там теперь смайт дает какой-то определенный бонус аля там замедление на 50 процентов и так далее вы получаете 80 процентов обилить и пауэра и 20 процентов куда он редакшен плюс бонус на смайте то есть об этом тоже нельзя забывать а вы получаете в принципе марл номекон то есть еще насколько я помню на 30 голды более дешевый марл номекон для сравнения то есть для сравнения а в прошлом лесу дам за ap art который с был самым как бы сильным но и я не помню как он называется спектру в рейс вы получали 80 процентов ну 8 стабилити пару плюс 10 процентов удаун редакшен я считал этот арт лучшим он и правда был лучшим когда он был на фул на стакан просто у нас так и нам теперь вы получаете 8 стабилити пара и 20 процентов кулдаун редакшен сразу зуб давайте представим что произойдет если амуму а диана или даже тоже си джуани вот получит 3 киловары гейме то есть в эрли гейме а если бы это был старый лес тут старый лес а точнее старый патч когда пауэры были бы не очень сбалансированы это было бы выигрыш игры просто она была на нереальные статы получала то есть особенно амуму и диана которые там откуда он редакшен скалируются просто дайте мне больше кадера да диана будет теперь без синего бафа получать капкадера то есть наш артус синим бафом она будет получать а 30 процентов кадера то есть в супер орли гейме вы будете получать 30 никого вы покупаете еще один финиш кодекс привет у вас капкадера под синим бафом буквально на 10 минуте игры то есть у вас кубует откуда же вроде на девятом роли как раз 10 минута где-то насколько я помню каждые 4 секунды в принципе в плане в бок то есть откровенно вы будете богу остальные дэмэдж арты ну то есть вот эти вот арты в целом на мой взгляд очень слабенькие то есть нам дают считайте старый голем только ухудшенный то есть вот этот вот голем который у нас было я я фанат я честно скажу я просто я мне очень нравится голем то есть вот который сейчас был по крайней мере на лаве в патче допа 420 а он был крутой энчантин devourer а чуть-чуть бафнутый лантер то есть на самую малость но а эта штука не дает теперь дополнительные голды то есть лантерн был хорош еще тем что вы голду получали то есть в целом на мой взгляд это опять же такой своеобразный а баффа нерв потому что а голды вы получите меньше за причем за большую сумму но а стакать его не придется так долго джиггернаут ну на мой взгляд это самый слабый вариант это чисто для танка джанглеров которые на мой взгляд будут бессмысленны в новой мете а магус это совершенно дисбалансный вообще забей просто насколько дисбалансный арт и вориор а ну ухудшенный бруталайзер на мой взгляд с другой стороны вот здесь тоже интересный момент а покупая вориора то есть вот этот вот энчант плюс бруталайзер плюс если вы поставите 12 армор пенетрейшна в красные роды вы будете получить очень приличный армор пенетрейшн но но нельзя забывать что прирост это с левом армора тоже уменьшили точнее увеличились так что в принципе вот этот вот вориор он будет как-то нивелироваться и в целом из вот этих вот крутых бафов да у нас будет играбелен только наверно devourer о очень так своеобразно джаггернаут естественно магус то есть магус это вообще забей а вориор мне кажется его как-то наверно пропускать что ли будут то есть здесь я не уверен но мне кажется вот этот вот энчант вориор его просто вообще не будут брать то есть примеру если вы играете на казиксе да а это опять же ребят то что я сейчас говорю считайте обзор патч уже закончился то есть это уже мои спекуляции ну поговорить то можно а будут будут покупать какой нибудь вот из этих вот найфов и так далее то есть улучшенных а потом будут просто забивать то есть ну так на мой взгляд это будет так смотреть и не увеличивать хотя опять же нужно смотреть уже по бруталайзер но опять же посмотрим не столь важно и не знал что нас бруталайзера собирают так что он принципе стал то чуть получше а у нас добавили новые эликсиры то есть в целом на мой взгляд а эликсир по настоящему будет только один крутой а это вот этот вот он будет давать увеличенный сайт то есть это кстати тоже нужно тестировать на счет скалшотов будет ли проще по вам попасть а 25 процентов слоу резистанса 25 процентов нас и вы будете оставлять какую-то дорожку по которой а ваши тиммейта будут получать а плюс 15 процентов на спида то есть в целом этот эликсир будет важен потому что а 15 процентов момент спида и плюс тенасити да это это очень неплохо а ruin также будет must have то есть когда вы будете пушить или сплит пушить вы будете покупать ruin потому что он дает плюс 15 процентов бонусного дэмэджа по таурам и 15 процентов бафа мининов одним словом то есть это это просто тупо важно а в будущем патче без вот этих вот эликсиров руинов и так далее вы просто никак не сможете забрать эти тауры поэтому это важно а сорсерии в рейс ну в рейс или в раз подожди еврейс в раз а это будет хороший энчант именно для адекере потому что 10 процентов а лайф стила это прилично это кстати также будет очень неплохо а скалироваться для за да потому что здесь не только а так с basic а так еще и от ваших обилок то есть можно сказать это спл вам для а д дэмэджа кстати насколько я знаю это новая у нас концепция такого еще в league of legends не было в целом это неплохой такой баф в лейтгейме для всяких zed of и для а а д кэри ну здесь как я уже говорил это изменение мана регена хас регена снизу будет ссылка на видео вертума киров загады с этому что такое а это у нас небольшой нерв киров загады с на 20 голды небольшой нерв плане а мана регена потому 6 мана регена то всегда лучше чем 25 процентов бы из маны может быть там где-то мало ли там 12 лучше а чалис у нас прилично нервится нервится а теперь он будет восстановить полтора процента потерянной маны каждые пять секунд то есть в целом все равно будет давать наибольшее количество мана регена из всех артов в игре а будет давать немножечко больше мана регена будет стоить на 120 дороже ну в целом это такое странное изменение чалиса который на мой взгляд является все же не на холи грелл будет ну тоже совершенно то же изменение что и учались и опять же это нерв хотя на мой взгляд сейчас грейлы не так много собирают стать то есть в целом это баф а п минеров которые собирают дфг или морал на микро то есть общий смысл такой микаэль то же самое то есть совершенно то же самое изменение новый арт кстати который будет весьма неплох а мне кажется он будет очень неплох на разе то есть мне кажется вот это будут собирать на некоторых саппортов и на райзе в целом такие своеобразные статы но здесь самое важное то что он дает 60 процентов момент спида всем союзникам которые рядышком находится а потом замедляют вражеских персонажей на 80 процентов на одну секунду то есть такой орунду иным правит приятный баф а вармок делают бесполезным то есть вармок это вообще теперь не арт а может потом почитать баннеров команд в плане статов нервить его все равно никто не покупал ради статус как разница зато нереально бафают вот этих вот мининов просто нереально то есть на мой взгляд опять же опять же совершенно бредовые изменения и это спекуляция но мне кажется будут собирать баннеров команд то есть я не знаю будут ли собирать его один в команду или даже 2 в команду но его будут собирать это факт вы обязаны будете иметь по крайней мере на про уровне а мне кажется его будут чуть ли там не рашить саппорты а может быть даже некоторые джанглеры там для ap джанглеров блеск то есть для того же амуму будут рашить баннеров команд а причем кстати интересный тоже факт а райт геймс команда балансировщиков райт геймс очень но она не понимает что она делает к сожалению посмотрите что они делают кинами не дэмэдж плюс 100 плюс 600 хп плюс армора плюс 100 magic резиста а проблема в том что это низкие личные цифры то есть если вы заражите этот арт то есть представьте если играете вы за амуму да он кстати дает ауру теперь то есть хара очень очень хорошие статы за 3000 вы рашить этот арт то есть 3000 вы в принципе вы можете заражить но где-то на 15 минуте на или даже на топпере вы можете заражить и помолкая а и такая же ситуация происходит на бот лейне а также идет раша вот этого арта и вы просто запускайте по двум линиям вот эти вот этих вот суперменен которые скалируются не от лава они просто скалируются и они просто уничтожают вражескую базу а то есть понимаете вот это вот концепция в салуку это будет практически нереализуемо до какого-то момента из-за этого слова будет болью то есть в целом вот этот вот арт он очень крутой и концепция крутая просто нужно сделать с керющимся типа дэмэдж не плюс 100 например плюс 50 и скалируется до 120 до на какой-то минуте ну и то же самое про хелс армора magic резист вот что нужно было сделать а то что делают они имеется ввиду разработчики riot games они просто доказывают свою некомпетентность ну это мое мнение опять же raptor's close это довольно бесполезный на самом деле арт поэтому забейте у нас охмору в рекер а приятный арт который опять же вы обязаны будете скорее всего собирать потому что то рублю слишком много дамажей то есть вам как бы говорят ребят вы должны думать и вы должны собирать этот арт скорее всего но он жутко не профитен в плане статов то есть до этого он дал 50 армор точнее 50 ability power и теперь он дает армор то есть это чисто танк а чисто танка танка и там но который совершенно не голд эффективен в отличие от совершенно безумного баннеров команды которые просто в плане голд эффективности я не знаю мне кажется на уровне старого аегиса но если помните сараегис который собирали все так у нас чинвестик чинвест в плане стоимости нерфит но его теперь собирают из close армора кстати недавно это на стриме говорят что это надо сделать и на мой взгляд это баф тормейл бафают стоимость я очень люблю это арт поэтому для меня тоже баф санфайра бафают стоимость то есть тоже баф санфайра а нерв приличнейший нерв чинвеста теперь он дает 45 армора они 50 а стоит на 50 голды дороже теперь именно варден смейл ужасен как как арт плане голд эффективности а вот и рандуин бафается ну просто до уровня ну мне кажется где-то до уровнем я даже не уверен в каком патче это был где-то до уровня 3 сезона мне кажется баф и трендами а за 2850 плюс был недавно оба пассивки с вардом смейла и рандуины оба этих изменения делают рандуин а самым сильным армор артом в игре без вариантов за счет нерфа вармога вармог собирался очень редко на очень маленьком количестве персонажей но все равно мы это учитывать будем в целом сборка будет на топперов и так далее привести на следующие то есть это рандуин и это санфайр то есть не знаю в какой а в какой ну последователь скорее всего на санфа рандуин а и на джангров рандуин то есть тоже будет у вас выбора не будет то есть вы не сможете пойти в кэри белки по а вармог тормел да или там вармог рандуин тормел вы не сможете пойти в этот кэри бил плюс к этому это приличный баф а малфита смысл в том что малфит это один из немногих персонажей который никогда не собирал вармог практически никогда а и не собирал вот именно а не реальное количество magic резиста до малфит собирал кулам редакшн то есть это баф frozen heart это баф как называется перчатки это баф тормел от рандуин а и санфайра то есть всех артов которые собирал малфит это баф приятные изменения одним словом для того же малфита в целом бафнули двух моих главных персонажей дианы и малфиты на которых я играю ну мы и джек то есть в плане голд эффективности изменения нет а негатрон убирают пока негатрон а очень приятный баф обисло то есть опять же это баф дианы потому что дианы это наверное самый важный персонаж который собирает обисел скептор на мой взгляд приличным аспект русского за десять ней джек резиста вы ну отдаете меньше на 200 голды в целом не всегда не нравился спектру скал как арт потому что он на мой взгляд слишком был дорогой как раз то есть собирая спектру скал у вас был слишком долго а времени вы собирались него следующая часть то есть в целом спектра скал теперь будет смысл а именно рашить против вот таких вот персонажей харассеров на топе то есть если вы играете например за какого-нибудь мунду да или того же гнара против вас райс которого кстати баф этот патч потому что у раза будет больше маны то есть предыдущие изменения немного откатит этот момент спектра скала вам поможет и рассказал хороший арт теперь quicksilver сэш бафы прилично бафают я бы сказал наверное самый большой баф плане артов а за патч да вы получите меньше magic резист прилично меньше на 15 magic резист но вы получите стоимость то есть quicksilver сэш всегда был на мой взгляд слишком дорогим потому что он стоил как бы сорт теперь он стоит 1250 голды за такую прекраснейшую активку привет ребят а вот с кимитар нервится то есть плане gold эффективность он дает теперь 35 magic резиста не 45 а вот стоит он всего на 100 голды дешевле то есть 100 голды они здесь зажучили а в миджай акуль теперь миджай начинает с пятью стаками но стоит дороже одним словом нерв миджа я не факульт то есть это гораздо менее снова болящийся арт теперь с другой стороны а миджай будет выгоднее браться не на саппортах кстати заметьте а именно на мидерах но в целом это не то есть это приличный нерв убирают сортов сдал divine экзиционер колин и атма кстати атма была бы очень приличным артом в этом сезоне потому что ее можно было бы практически рашить то есть если вы играете на топе к примеру ну давайте скажем ну дариус да вы могли бы за дариуса собрать санфайр рандуин и после этого могли бы собрать от мы вы были бы очень сильно то есть я тот же рениктом смысл в том что атма в этом сезоне если бы ее не убрали она была бы она бы вернулась то есть на определенных а персонажах в определенной ситуации но она бы вернулась здесь у нас больше изменений вроде нет то есть единственное изменение как в этом патче которая я не которым я не рассказал это изменение леса но вы должны сами понять что я просто его не тестировал то есть пример логично предположить да то есть вот devour что ренгер в этом сезоне будет лучше потому что он теперь может собрать энчант а skirmishers sabre плюс энчант devour да на ренгер то есть это можно предположить но это не тестировал поэтому я не могу высказать свое вот прям такое мнение по этому поводу я буду тестировать то есть со временем я буду выпускать видео по новому лесу по изменениям по тому как меняется игра то есть видео будет ну побольше а вот этом в этом балансе чем всегда но все равно очень интересно то есть мне очень интересно будет поиграть к сожалению сейчас у меня просто нет возможности меня нет времени на это стрима возобновятся не беспокойтесь а стрима возобновятся просто вот смотрите сейчас 4 часа ночи я начал записывать я не помню сколько часов назад это видео говорю о много но в целом я только вернулся домой я только домой вернулся у меня дел много так что ребят ждите я вернусь вернусь еще сильнее и еще больше аналитики будет всем спасибо за просмотр с вами был код он кстати если вы досмотрели видео я бы вам дал печеньку но я далеко так что все всем спасибо за просмотр всем пока что а 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